Музыка Уважаемые, дорогие, великие граждане нашей великой, светлой, могущественной, суверенной страны, которую мы забыли и сейчас вспоминаем и возвращаем ее, нашей великой, страны наших отцов, матерей, дедов, героев, которые спасли весь мир от античеловеческого фашизма. Это наша страна, это союз советских социалистических республик. Сегодня я хочу поздравить вас с 75-летием. Это юбилейная Великая годовщина, победа нашего советского народа, многонационального народа над фашизмом мировым. Победы во Второй Великой Отечественной войне. После победы во Второй Великой Отечественной войне наш мир изменился. Наш мир встал на основы норм, прав и свобод человека, соблюдением человеческих ценностей, уважения к человеческим ценностям. На путь правды, на путь взаимного уважения, путь дипломатии, путь переговоров и справедливых отношений. В 1945 году был основан ООН, Организация Объединенных Наций, на платформе которого был создан Совет Безопасности. В Совете Безопасности большинством приоритетным своих мест, конечно, являлся победитель во Второй Великой Отечественной войне. И практически та страна, которая профинансировала создание ООН, это Союз Советских Социалистических Республик. Данную годовщину мы встречаем с проблемами, с проблемами очень большими. Проблемами на сегодняшний день ставшими такими уже проявленными антисоветскими действиями, которые производят на нас, на наш народ со всех сторон. Но, тем не менее, надо вспомнить подвиги и геройства наших отцов, дедушек, матерей, бабушек, которые подарили нам все-таки на какое-то время мирное небо, которые дали воспитать целое поколение лучших ученых, лучших литераторов, лучших художников, лучших инженеров, конструкторов, изобретателей, творцов. На сегодняшний момент я хотел бы поведать вам уже и выступить перед вами, как не М1, не главный казначей мирового казначейства, а как председатель военно-народного совета Союза Советских Социалистических Республик, как председатель военно-народного совета СССР. Ко мне идет очень много звонков, поступает очень много писем о том, что, а как так получилось, а как получилось так с Горбачевым, как так получилось с Ельциным, как получилось так с ООН, как же все так вот предали нашу родину. Я устал отвечать, потому что звонков идет много, и я очень ценю и уважаю тех людей, которые звонят по этому вопросу. Поэтому вот в честь этой годовщины я считаю, что народ должен понять все-таки картинку, как это все произошло. Из опыта аналитического центра, как раз военно-народного совета СССР. Из опыта, из исследований, из материалов, которые пришлось скрыть. Потому что мало кто понимал, даже в то время, что же происходит с великой страной, с мировой такой державой, как так и вошла в такое плохое экономическое, социальное, финансовое состояние. Почему, значит, пошла глобальная антисоветская пропаганда, почему начали унижать во всех СМИ, во всех иностранных журналах наше социальное общество, нашу нравственность человеческую, наши те высокие ценности, которые нам достались от наших предков. Как так это все обвалилось? Это было все, естественно, подготовлено. Предательство, измена и продажа Советского Союза, моей Родины, вашей Родины, началась еще с Вашингтонского соглашения. В Вашингтонском соглашении группа лиц, которые будут опубликованы отдельно, подписали продажу СССР, сдачу. Естественно, это незаконный, это практически экстремистский и террористический акт. Он незаконный по всем параметрам. И по международному праву, и по законодательству Советского Союза, и по праву войны. То есть это преступление. Это преступное соглашение, предательское, изменное, было подписано. Это преступление сделано не только против советского народа. Оно сделано против всего мира. Потому что весь мир в результате получил прецедент на основании такого чудовищного поступка. И на весь мир было нарушено вот это международное общее право. Поэтому это преступление мирового масштаба, которое было основано еще на Вашингтонском соглашении. Дальше пошла подготовка. Дальше пошли тайные общества, зидомасонские структуры. И CIA, тоже, что называют сейчас ЦРУ, организация. Это, как вам сказать, это не центральное такое разведывательное управление, это его название. На самом деле это частная контора, которая работает, работала на банк Федерального резерва. И естественно, на основании международных калаторных счетов Федеральный резерв нарушал все международные соглашения по распределению золота 60-го и 62-го года. И в одностороннем порядке залазил в калаторные счета и печатал лишние деньги для того, чтобы бороться с социальным обществом, чтобы заглушить то, что мешало им достигать, значит, господства над человечеством и превратить человека в скот на ферме, в товар, в услугу, но никак не человека, который по социальному обществу и по законодательству нашей страны всегда имел высшую ценность. И в результате чего все эти деньги, все эти подготовленные извращенцы по всем линиям CIA, ЦРУ, по линиям тайных обществ были направлены и выброшены эти на Москву, на верхушку Советского Союза, на верхушку партии коммунистической и на верхушку управления всего СССР. Все прекрасно понимали, что Центр управления всем Советским Союзом держится на прекрасном, славном городе-герое Москва. И в Москве, и в других более мелких центрах велась подготовительная работа. Эта работа велась по разложению нравственности, по покупке тех военных, не военных, военных меньше всего тогда было, тех членов КГБ, других служб и чиновников, политических деятелей Советского Союза. Я считаю, что Советский Союз уже был, так сказать, предан и развален в результате этого Вашингтонского соглашения уже в том году, когда на пост главы государства вступил президент Горбачев Михаил Сергеевич. Я объясню, почему. Потому что, если мы берем с вами понятие, что такое президент, должность президента на советском государстве, на основании всех законов, конституции и так далее, то такой должности не существует. И если брать норму права, нашего советского права государственного, то чтобы внедрить такую должность в аппарат управления Советского Союза, то нужно было проводить, ну, чуть ли не референдум. Нужно решение Верховного Совета, СССР, нужно решение, значит, народное решение было делать и конституционные изменения. Как мы понимаем, этого ничего не было. То есть, уже подготовленная кучка предателей организовала свое решение и объявили через СМИ уже о том, что вот существует, сделана должность в советском государстве по опыту всех капиталистических стран президента СССР. С этого момента страной начал управлять незаконный человек, который не стоит в законе Советского Союза. И человек этот Горбачев начал проводить, как вы помните тогда, некую перестройку. То есть, он начал свои планы с перестройки Советского Союза. Для того, чтобы эта перестройка легла народу, и народ ее, так сказать, воспринял, и что-то начал как-то, по крайней мере, не так сильно сопротивлялся, что в результате мы увидели, было подготовлено искусственный дефицит денег, искусственный дефицит продуктов, искусственный дефицит всего. И во всех СМИ, вот эта преступная верхушка власти, которая убивала патриотов, тогда бандитскими методами, при помощи спецназа ЦРУ, так сказать, и внедренных агентов МОСАД, и так далее, просто многих выкидывали из окна тогда, многих, нигде об этом не писали. То есть, они убирали всех тех, кто вставал и говорил слово, что так нельзя, это нельзя делать, это незаконно. Такая была война наверху управления Советского Союза. Тем не менее, эти зидомасонские организации, они просто их уничтожали физически, запугивали, уничтожали, покупали, продавали и так далее. А тем самым, Герасченко, Горбачев, Герасченко всегда был подчинен секретариату Рокфеллера, Горбачев и все остальные продолжали играть вот эту пьесу. В эту пьесу вступил также и некий политик, тогда который много раз клялся коммунизму, народу, Советскому Союзу, как товарищ, ну, не товарищ, Ельцин. Если мы копнем их фамилии, Горбачева и Ельцина, мы увидим немножечко измененные вещи в этом плане. Но это я не хотел бы сегодня поднимать. Я хочу сказать, что начался театр ликвидации органов управления Советского Союза. И этот театр как раз подошел к тому, что Михаил Сергеевич Горбачев встал и под кинокамеру сложил с себя полномочия президента СССР, в которых никогда у него не было президента СССР и не было вообще полномочий руководить Советским Союзом. Дальше начался переходной период после этого. Переходной период заключался в том, что нужно было как-то отразить данный прецедент в международном праве в ООН. Потому что предавая и совершая такое преступление, нужно все равно что-то выстроить, какую-то логичную цепочку, что это получилось. И вот желательно бы, что это народное такое вот волнение, что народ это сам сделал. Как они всегда преподносили в своих прошлых преступных революциях, которые они совершали. Что мы получили? В то время, когда шел развал Советского Союза, исходя из того, что у нас было большинство мест в Совете Безопасности ООН и вообще в ООН, так как практически Советский Союз был главным инициатором ООН, профинансировал его и, как говорится, как победитель во Второй Великой Отечественной войне дал вот этот новый правильный, паритетный миропорядок среди наций, то ООН находилась, ведь, как вы знаете, товарищ Рокфеллер любезно предложил под ООН небольшой участок земли в Нью-Йорке под центральный офис ООН и, так сказать, оказал свои подряднические содействия, чтобы на деньги СССР были построены нужные коммуникации и все остальное для заседания Центрального офиса ООН на тот момент. Так как эта территория была Соединенных Штатов Америки и в Соединенных Штатах Америки у руля находились, естественно, демократы, то есть пираты, морское как раз захватническое, британское право в основном, корпоративное, то вот эти демократы, используя, так сказать, уже силовые методы в тот момент, когда здесь происходили, так скажем, преступные действия на территории Советского Союза, то они запугивали комитеты действующие ООН с автоматами в форме там спецназа и так далее. И комитеты ООН, короче говоря, были подавлены, сотрудники ООНовских комитетов были подавлены именно силовым способом, были подавлены, так скажем, своим силовым воздействием и угрозами физической расправы. Об этом сейчас все молчат, об этом никто не говорит, как была спланирована эта операция на основании этого Вашингтонского соглашения, как она действовала. Но это огромные, это неоценимые, так сказать, потери для человечества, это огромные жертвы в Советском Союзе и наших граждан за рубежом. Это как раз экстремизм был проявлен в высшей форме, когда людей начали сталкивать на национальной почве, на религиозной почве. Они задействовали все возможные инструменты для того, чтобы люди убивали друг друга, для того, чтобы страна разваливалась, для того, чтобы в этом хаосе зашли вот эти корпоративные, значит, их имя одобренные и имя поставленные руководители и взяли власть, взяли управление, грубо говоря, власть уже в виде коммерческих корпоративных организаций в республиках Советского Союза или в республиках единой страны Советского Союза. Таким образом, к нам в 93-м году нужно было устроить вот это кровавое шоу возле Белого Дома, где погибали люди, где советские солдаты, советские тогда социальные, даже социально ориентированные общества и люди, которые давали присягу, не понимая уже, где находится правда, стреляли друг в друга и противодействовали друг другу. Все это было спланировано и организовано. Конечно же, невозможно было это организовать, если бы не были поставлены предатели во главе этих военизированных структур. Шоу там произошло. Белый дом расстрелян был из пушек. Это прогремело на весь мир. Все СМИ увидело. И как обычно эти как режиссер голливудского кино предложили вот такой сценарий, что вот он новый президент России Ельцин, вот он продолжатель Советского Союза, и вот его сейчас нужно слушать, и вот его письма надо считать в ООН, как от Советского Союза легитимно. Так вот название в Совете Безопасности ООН и в других комитетах изменилось на Российскую Федерацию как раз на основании письма Ельцина, что он заявил себя как Советский Союз просто изменил название и стал продолжателем вот такое слово не юридическое, не правовое, но тем не менее в том хаосе оно было изменниками положено определенную папочку и сайт ООН изменил в Совете Безопасности название за место Союза Советских Социалистических Республик стояла Российская Федерация, но она единственная имеет звездочку. Звездочка тогда говорила о том, что такое название она имеет только на основании просьбы самого Советского Союза в виде Ельцина, в виде президента Центральной Республики главной России, РСФСР, так скажем. Все это было спланировано вместе Ельцином, Горбачевым и так далее. Они не ходили друг с другом в обнинки, они все были подвержены разным кукловодам, но эти кукловоды все планировали из единого центра. Так что ООН на самом деле не замышлял эти вещи и не предавал. ООН был поддавлен со стороны американских хасидов, хасидской группы, просто вооруженным образом, силовым образом подавлен для того, чтобы они умолчали это дело. В 91-м году, когда был организован все-таки референдум за сохранение либо несохранение Советского Союза с хитрой политтехнологией в новом качестве, в новом виде, и так далее, эта приставка не разъяснена, ни кем не изучена и ничего за собой не несет. Это просто преступные политтехнологи поставили это дело для того, чтобы опять увести немножко, сбить с толку потом будущих потомков, которые будут оценивать этот процесс. Вот когда произошел референдум и когда 70 в разный показатель, 80% населения проголосовало за сохранение Советского Союза, у них опять произошел очередной тупик в этом плане. Но в Москве вообще в стране помимо всех вот так сказать руководителей, которые предали СССР, предали нашу Родину, были также силовики, которые как могли противостояли этому. в Москве был организован съезд граждан, это такое название, съезд граждан, на самом деле что такое съезд граждан? Это было экстренное собрание Верховного Совета СССР, экстренный съезд, он проходил в несколько дней. Верховный Совет СССР собрался, там были депутаты Верховного Совета, республиканские депутаты, региональные, поселковые, и представители депутатов, представители силовых ведомств, спецслужб КГБ, от КГБ были, от МВД и так далее. На этом съезде было принято решение, это Верховная власть в России, было принято решение о том, что в связи с такой изменой Родины, в связи с переворотом, с захватой власти в нашей стране, иностранными компаниями, иностранными структурами. Было принято решение организовать военно-народный совет Содружества Советских Социалистических Республик. Название можно поставить любое. Содружество, союз, это вообще не имеет никакого значения. Главное, мандат решения съезда, который на основании что передается, какие полномочия, какие функции, тогда Верховный Совет, который назывался Съезд Граждан СССР, передал Военно-народному Совету. Он передал ему всю законодательную, судебную, исполнительную и финансовую власть на время вот этого хаоса, на время вот этой войны, которая произошла со стороны агрессора, как мы знаем, хасидов Соединенных Штатов Америки, тогда державшие власть в Америке, при помощи внедренных их агентов пятой колонны, при помощи внедренных их агентов, которые были предателями и занимали очень высокие руководящие посты. Да, они тогда были организованы, никто не мог поверить просто себе, как можно было развалить управление такой большой страной. Но вы знаете, по сути, чего добились эти захватчики? Да, они захватили тогда основные места управления и информации. Они захватили медиа-центры, они захватили другие институты и потихонечку, потихонечку, так сказать, под видом демократии вот эта иностранная компания Российской Федерации, то есть чужая, захватив территорию Москвы, начала подчинять себе всю республику федеративную советскую, РСФСР. Но если мы возьмем с вами все-таки что получилось в правовом плане, в юридическом плане, мы увидим, что Советский Союз, он не разваливался юридически в правовом плане, он не ликвидирован. Изучив вообще образование нашей страны, Союз Советский Социалистический Республик, ее историю, ее два раза общенародно подтвержденную уже Конституцию. Ее вообще, так сказать, как форму ее, юридическую конструкцию нашей страны, мы понимаем, что она не была ликвидирована. Уж тем более каким-то нелегитимным Горбачевым и так далее, или каким-то несуществующим Беловежским соглашением. Беловежское соглашение, это вообще отдельная история, когда собрались три пьяных человека, боялись до смерти, что они там собрались, но надо было отснять это для очередного кино и лжи, которые транслировали потом народу. Написали пьяную расписку, и там же ее забыли, в этом же кафе, она там висела долгие годы. А потом товарищ Бурбулис, изменник родины, сидел и писал вот этот текст этого Беловежского соглашения. если мы продолжим смотреть на картину все, что же все-таки произошло и получилось, то мы увидим, что Советский Союз до сих пор в правом поле существует. До сих пор существуют граждане СССР, до сих пор существует государство, СССР, как со своими границами, в ООН. Оказывается, по многим причинам, что развалить это вообще страны, вот после того, как Советский Союз с другими народами победил мировой фашизм, после того были сделаны такие конвенции, такие решения в международном праве, которые, в принципе, не позволяют разделить территорию страны, если не дадут согласия, ну почти все странные организации миллионных наций. Такого согласия никто никогда не сможет подписать. Поэтому, оставив Советский Союз как страну в правом поле, с ней ничего не могли сделать, захватчики принялись делить внутренние границы, как бы страна суверенная, как хочет, так и делает, и под маркой, что это народ, пропагандируя, значит, и начали пренебрегать всеми правами и свободами, начали разделять на границы, разделять граждан одной страны, ставить таможенные посты, собирать деньги, то есть устраивать здесь свое хазарское царство. Мы все смотрим, где же хазары построят царство, в Крыму ли они его построят, или еще где-то там. Они уже давно построили здесь, на территории Советского Союза. Так, незаметно для нас, под такой пропагандой лжи СМИ, причем извращенной пропагандой, и мы сами не поняли, как мы там очутились. они лишили нас, как они думают, наших прав, свобод, сделали нас недееспособными, поставили над нами опекунство, оформили это в международных институтах, финансовой системе, и долгое время отмывали наши деньги, отмывали те деньги, которые великая страна заработала для своих потомков. сделали этих потомков нищими, как плохая, знаете, мачеха такая, злобная, которая пришла, куда-то убрала родителей, встала за родителей и начала грабить своих, так сказать, опекаемых. Ну, задурачив голову таким образом народу, что народ думал, что это действительно все народные движения, что это вот так вот власть, так вот народ все преобразовывает и так далее. Народ ничего не преобразовывал. Все преобразовывал. Камера, видеокамера, вот эти американские фундейшн, которые контролируют СМИ всего мира, это хасидский фундейшн. И такой камерой, таким экраном потихонечку манипулировали людьми, потихонечку им ставили картинку, что все вроде бы как законно, что вот здесь хорошее, здесь плохое, здесь больше плохого, ну вот вам чуть-чуть хорошего, а еще больше плохого, еще поменьше хорошего. И потихонечку-потихонечку вас привели к сегодняшнему дню. На сегодняшний день мы находимся в оккупации. Находимся не только в РСФСР, во всех республиках. Я бы сказал так, более-менее кто не потерял окончательно голову из наших республик, если оценивать ситуацию, мое личное мнение, как председателя ВНС СССР, это белорусский президент Лукашенко. Он сохранил хоть название комитета госбезопасности, сохранил как-то народное хозяйство. Видимо, в человеке есть совесть, осталась. В отличие от других актеров, которых нам тут показывали и ловко декларировали, что это законно избранные вожди. Никаких выборов давно уже не существует. Все выборы, которые вы смотрите, это фейк. Почему? Объясню. На Кисельном переулке в здании ФАПСИ есть некие компьютеры, сервера, которые организовывают вот эти электронные выборы по всей стране. Не важно, сколько там придет народу на выборы, не важно, какие бюллетени будут подписаны, не важно, кто их будет считать. Это просто шоу для того, чтобы увидели, что что-то было, какие-то выборы были. Все равно будет готова цифра заранее. И причем по по желанию, так скажем, захватчиков, которые находятся в Лондоне, там нажимается кнопка о президенте, о партии и так далее. Всегда есть три варианта расклада выборов, которые там принимаются. и в зависимости от того, какую кнопочку нажмут, такие вам варианты выборов и покажут. Тот и выиграл. Поэтому никаких выборов давно уже не было. Вы возьмите один субъект хотя бы, средний статистический субъект на территории РСФСР и спросите своих там доверенных, так скажем, людей во власти, а сколько пришло человек на выборы вот в этот участок, в этот участок, в этот участок. Я вам скажу, уже года два назад на участки начало приходить около 10% и то тех, которых выгоняют и принуждают идти на выборы. Я не знаю, это я говорю на примере одного города, который я знаю, где я разговаривал. Поэтому какая единая Россия, какая у нее выбор, какая у нее власть, какая вообще демократия. Все это преступ политтехнологии и обман. которое, опять же, засовывает в голову нашему великому, светлому, суверенному народу магия СМИ. Я бы сказал, что вот эти деятели средств массовой информации несут на себе самую, наверное, одну из самых больших долей преступной деятельности над народом. Самых больших долей экстремизма через ту ложь и кривду, которую они формируют в логичную картинку и встраивают человеку в сознание. Они тем самым из здорового, суверенного человека постепенно делают действительно дезориентированного и, как сказать, можно сказать, недееспособного человека. они его превращают потихонечку, вот потоком информации, его сознание превращают в человека, который не может оценивать адекватно права, свободы, не может оценивать адекватно то общество, где он находится, то есть не может делать правильный анализ. Все это делает СМИ. Поэтому на сегодняшний день я призываю вас всех граждан адекватно оценить ситуацию, обстановку. Вы видите, что не так давно наши отцы и деды сделали великую победу в мире, пролили много крови, жизни. Эта жизнь и кровь лежат в наших генах. Это наши предки. А сегодня нам запрещают с вами праздновать 9 мая. Я не хочу сейчас обсуждать этот вопрос. Я призываю вас лишь только к одному, чтобы вы поняли и осознали, кто вы есть, чтобы вы поняли и осознали, что вы люди, вы человеки, чтобы вы осознали права и свободы человека, чтобы вы заявили о правах и свободы человека. И чтобы вы от любого преступника, неважно под какой маски он к вам подходит и какими бумажками прикрываетесь, требовали соблюдения прав и свободы человека. Чтобы вы вышли из этого зомби-манипуляции, которые вам устроили в вашем сознании и стали наконец свободными. Потому что это право мы получили во Второй Великой Отечественной войне. после прохождения победы Второй Великой Отечественной войны Сталин полностью подтвердил суверенитет Советского Союза, высшего суверена, как высшего суверена, и провозгласил суверенными граждан, рожденные на территории России, Украины, Белоруссии и других республик в составе СССР. Вы это имеете и это ваше. Другое, что вам навязало корпоративные пираты, которые захватили в 93-м году здесь законную народную власть, которые сделали вам коммерческое поле, которым вас назвали псевдогражданами, хотя невозможно быть гражданином коммерческой организации, коммерческой компании. И даже если опустить первый пункт, то если вы посмотрите на корпоративное право, на законодательство Российской Федерации, вы поймете, что чтобы стать гражданином Российской Федерации, то вы должны обязательно пройти процедуру гражданства. То есть нет никакого автоматического перехода с гражданства СССР на гражданство Российской Федерации, его не существует и не прописано, и нет никакого права порождения. Есть только обязательная процедура прохождения гражданства, как тест на вашу недееспособность. Задумайтесь. Тем не менее, я хочу вас всех поздравить с 9 мая, хочу вас поздравить с великим праздником Победы. Я гражданин Советского Союза, я патриот своей Родины, вы меня поставили, многие офицеры поставили меня председателем Военно-народного Совета СССР. Я всегда любил, люблю и буду любить мою Родину и буду ее защищать. Основа понимания Родины это народ. Вспомните все, начинайте объединяться, начинайте консолидироваться. Я призываю вас не устраивать вот эти беспорядки, вот эти провокации со стороны Российской Федерации, которая делает, дает вас, вгоняя вас в нищету, забирая вас права, свободы, забирая вас имущество и так далее. Я призываю вас делать все правильно, умно, бескровно и эффективно. Я предлагаю гражданам Советского Союза, всем обычным гражданам, которые живут на улице, соседям и так далее, в рамках любого права, даже корпоративного, объединяться в народные дружины, на местах. Для чего? Для того, чтобы защитить сами себя на местах. По одному, по одиночке вы никто. сегодня незаконно какой-то преступники, мародеры придут к вашему соседу. Завтра другие преступники, мародеры под прикрытием бумажек или какой-то формы, мы же не проверяем, мы не знаем, какие у них там права приходить, придут к другому соседу. Причем они не разбираются, они вообще отодвинули в стороны права и свободы человека. Они отодвинули в стороны международное право, тем самым отодвинули в сторону конституцию, недействующую конституцию компании Российской Федерации. Они преступники, которые приходят к вам в дом, чтобы забрать у вас последний телевизор, забрать вашего ребенка, забрать у вас имущество, забрать вас, в конце концов. И всех уже как оклеймили медицинскими справками о том, что вы даете добровольное разрешение при вашей смерти или плохом чувстве, разобрать вас на органы. Это бизнес, ничего более. Ситуация страшная. Действующая компания Российской Федерации, которая заявила себя в международном сообществе как захватчик и покоритель Москвы, а также брала на себя на долгое время перед мировой системой, перед нашими советскими трастами функцию опекуна советского народа на территории РСФСР, успешно отмывая эти деньги. Эта компания сегодняшний день не способна защитить ваши права, защитить ваши свободы, защитить вас, ваших детей, ваши семьи, ваше имущество. Она не выполняет своих обязательств и не может с этим справиться. Я призываю вас помочь этой компании с этим справиться, дабы не приходил к вам какой-то под видом разных форм оборотень, которая действует не по закону, дабы не приходили к вам мародеры, дабы вы не ставили жертвами этих преступлений и преступных действий, объединяйтесь народной дружины, собирайтесь между собой, обменивайтесь телефонами, заходите в группу, и если на кого-то из ваших, члена вашей вот этой народной дружины произойдет, значит, будет совершаться преступление, мародерство, то вы на местах можете собраться и дать, как говорится, противостоять этому, вооружившись предметами самообороны, не дать сделать убийство, не дать сделать преступление и помочь Российской Федерации выполнять свои обязательства перед народом. На сегодняшний день мне поступает после моих роликов тысячи звонков в день, я не успеваю отвечать. Я слышу от людей такие вещи из всяких деревень, районов, где приходят в форме полицейских и сбивают инвалидов и открыто кричат, когда ты сдохнешь, мы продадим твой дом. И такое повсюду, и никто ничего не делает. Я рекомендую им писать в прокуратуру, писать в МВД, писать в ФСБ по этим вопросам. Они говорят, мы это все делали, это все бессмысленно, говорят, это не в их компетенции. То есть защищать человека, защищать хозяина территории, коренной народ, не в их компетенции. В их компетенции зачищать население коренной народ. Я поздравляю вас всех с Днем Победы. Я хочу вам напомнить, что вы самый великий народ, что вы самый сильный народ и самый мужественный, и самый терпеливый. Я призываю вас еще раз к терпению, призываю вас к тому, чтобы действовать нужно разумно, не нарушать международных прав, не нарушать законодательство Конституции Советского Союза, жить по действующей Конституции Советского Союза, в которой прописано, что человек вправе защитить себя, гражданин СССР, свой дом, свою семью, любыми способами, если другие методы недоступны. Я призываю вас отстоять свое имя человека, а не овцы, ведущие на закладе. Благодарю вас за внимание, с праздником наших любимых родных ветеранов, еще оставшихся в живых, простите нас за такое бесчинство наше поколение, простите, что мы раньше не смогли устранить этот правовой беспредел на нашей великой священной земле отцовской. Мы вас любим, мы будем служить нашей Родине, и мы постараемся, не постараемся, а мы вас не посрамим. Благодарствую.